Друзья, привет! В прошлом выпуске мы с вами расплавили латунную стружку и отлили заготовку для изготовления нового инструмента в мастерскую, чем сегодня и займёмся. Приятного вам просмотра! От этого брусочка нужно будет отрезать нужный нам кусок металла. Сегодня обработка будет вестись вручную, поэтому отрезаем с хорошим припуском. Начнём с разметки и для этого воспользуемся разметочным штангенрисмусом. Наверное нет ни одной самоделки на канале без его участия. Если интересно, ссылку на него и другие интересные инструменты из Китая найдёте в описании под этим видео. Отрежем ручной ножовкой. Сегодняшний инструмент настолько простой, что его можно изготовить буквально на балконе. В изготовлении сложного абсолютно ничего нет. Кто устал сидеть на диване или у кого чешутся руки, могут с лёгкостью повторить. Конечно, если на это найдётся желание. Ух, давно так не махал ножовкой по металлу. Даже вспомнились уроки труда в школе. Далее этот кривой рез выровняем. Это сделаем при помощи напильника. А губки тисков будут своеобразным маркером при обработке. Отлично. Теперь эту заготовку распилим вдоль. Также размечаем с каждой стороны и повторяем уже знакомую нам процедуру. Надпилы будем делать с каждой стороны. Так получится распилить ровнее. Друзья, сейчас пора отключение горячей воды в многоквартирных домах. И самое время задуматься о горячем водоснабжении. Я также, как и многие, начал подбирать интересные варианты. И мой выбор пал на обновлённый водонагреватель фирмы Ariston – Wellis 3.0. Самое главное для меня – это скорость нагрева и безопасность. Скорость достигается благодаря дополнительному тену мощностью 1.5 кВт и второму резервуару для воды. Электронная система с функцией ABS не включит водонагреватель с пустым баком и не даст ему перегреться, если в резервуаре мало воды. К тому же водонагреватель идеально впишется в любой интерьер, ведь над его внешним видом работал итальянский дизайнер Umberto Palermo. Прибор можно останавливать как вертикально, так и в горизонтальном положении. Помимо всего этого, в нагреватель есть индикатор наполненности бака, готовности минимального количества воды для принятия душа и даже Wi-Fi, с помощью которого можно управлять водонагревателем удаленно, ну или включить его в состав умного дома. Ссылочка на водонагреватель фирмы Ariston Welles 3.0 уже ждет вас в описании под этим видео. Приобретайте и проводите лето с комфортом. Дальше также как и в первом случае подровняем последствия реза напильником в тисках. При ручном изготовлении так приходится делать часто, поэтому и делают припуск побольше. Ну а дальше нашу заготовку доведем на ровной плите. За неимением другого материала в качестве плиты использую LDSP. Она для этих целей подходит в самый раз. На нее при помощи двухстороннего скотча наклеим наждачную бумагу. И обрабатываем заготовку, поворачивая ее каждый раз на 90 градусов. Точно так же поступаем и со второй половины. В итоге очень даже неплохо получается. Для дальнейшей обработки сделаем небольшое приспособление. Для этого на металлическую линейку наклеим двухсторонний скотч с каждой стороны. На одну из сторон приклеим наждачную бумагу. Ну и саму линейку к плите LDSP. Так же приклеим пару ровных планок на одинаковом расстоянии от линейки. И возвратно поступательными движениями точим паз в заготовку. Это дело не быстрое, но зато без станков. Теперь точно все смогут повторить, если конечно скотч и наждачная бумага найдется. Бумага со временем имеет свойство забиваться. И очистить ее можно высохшим силиконом из тюбика. У меня это тоже три года и ничего ни разу не подводил. Через время можно столкнуться с такой проблемой. На краях бумаги отлетел абразив. И обработка по краям заготовки не ведется. Это можно исправить заменой наждачки или просто проточить край надфильм. И в итоге вот что у нас получилось. Я думаю уже многие поняли какой инструмент мы делаем. И если это так пишите в комментариях. Мне будет интересно. Эти две половинки нужно соединить между собою. Их мы конечно же спаяем оловом. Для пайки воспользуемся паяльной кислотой и горелкой. Если последней нет, то эту же процедуру можно сделать на газовой плите. Для начала залудим места с пайки на обоих деталях. Чтобы паз после пайки остался чистым, подровняем заложенную поверхность на бруске с наждачной бумагой. Вот теперь можно и спаять. У меня получилось вот так. Качество пайки уже посмотрим при обработке. Ну а здесь все по старому. Начинаем с напильника и заканчиваем наждачной бумагой на ровном основании. Также при помощи двухсот сороковой наждачки наведем продольный сатин. Мне так показалось намного красивее. Ну вот и все, осталось найти подходящий винт. Помню здесь у меня был один интересный экземпляр. Откуда он взялся уже и не вспомню. Просто при каждом удобном случае складываю все в одно место. Раз винт нашли, нарезаем под него резьбу в наши детали. Очень нравится как работают эти спиральные метчики. Их давно приобрел также в Китае. Ну и ссылочка будет как обычно в описании. Остается закрутить винт на свое место и наш инструмент готов. При помощи него можно очень быстро сделать разметку на любом материале. Я его сделал исключительно для дерева. Как по мне это очень удобный инструмент. Если вы так же считаете, ставьте лайки и пишите комментарии. А с вами был как всегда я Михаил и это канал Добрый Мастер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok